МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сети появилось видео столкновения иномарки с автобусом в тоннеле. Авария произошла 10 марта по дороге в Красную Поляну. В Сочи многодетной семье вручили государственную награду Орден Родительская Слава. У ГНА Анатолия Бустровых 9 детей. В Сочи прошел чемпионат России под Хэквондо ИТФ. В этом году в нем приняли участие около тысячи спортсменов. Аграрии со всей России собрались на Кубани. В Краснодаре проходит форум сельхозпроизводителей. На него приехали делегации из 71 региона страны. Это не только фермеры, представители агропромышленных компаний, но и ученые. Основным мероприятием на форуме стало пленарное заседание, которое прошло в Кубанском аграрном университете. Участие в нем приняли президент России Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Там же свои инновационные разработки и технологические стартапы представили молодые ученые аграрии. В Сочи продолжается борьба с несанкционированным мусором. Особое внимание к свалкам со строительными отходами. Застройщиков, которые уже ведут строительные работы, контролирует городская администрация. Тем же, кто только планирует возводить объекты капитального строительства, напоминают о необходимости заключения договора на вывоз отходов. Заключение договора на вывоз отходов – это требование федерального законодательства. И исполнять его необходимо как при возведении индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирных домов. Вывозить строительный мусор на полигоны должна специализированная организация. В противном случае администрация города имеет право предъявить претензию собственнику земельного участка. Это может быть как штраф, так и приостановка начатого строительства. Все мы понимаем, что в процессе строительства возникает большое количество строительного мусора, который, так же, как и твердобытовой мусор, необходимо утилизировать в соответствии с действующим законодательством, а не складировать его на территории национального парка, либо складировать на территории существующих оврагов. Я хотел бы просто обратиться к жителям Сочи, как главный архитектор города, о том, что есть необходимость заключения этих договоров, и это прямая обязанность всех жителей города. В случае, если у человека отсутствует данный договор, администрация оставляет за собой право в судебном порядке приостановить строительство данных объектов. На одном совещании по этой теме глава Сочи отметил, что собственникам не стоит обольщаться слишком низкой таксой фирм по вывозу отходов. Чаще всего это означает, что водитель просто выбросит груз в укромном месте, потому что договора с полигонами нет. Таких предпринимателей находят с помощью правоохранителей местных жителей и заставляют самостоятельно ликвидировать свалки. Одну такую недавно пришлось разбирать с недобросовестным бизнесменом в Адлерском районе. Также за нанесение ущерба экологии подобным виновникам может грозить уголовное дело. В сети появилось видео столкновения иномарки с автобусом в тоннеле. Напомню, авария произошла 10 марта по дороге в Красную Поляну. Запись была сделана камерами наблюдения. На ролике видно, как легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Водитель автомобиля «Лексус» на большой скорости не справился с управлением и влетел в рейсовый автобус номер 105, следовавший по маршруту Адлер-Красная Поляна. За рулем иномарки был известный в Сочи хореограф, руководитель ансамбля «Легенда», до этого работавший в коллективе «Иверия» Лаша Берешвили. Он погиб на месте. Водитель автобуса и двое пассажиров госпитализированы. В Сочи полицейские пресекли незаконную продажу товаров под марками известных брендов. Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства провели рейды в торговых комплексах. В результате изъято более 100 различных предметов с незаконно нанесенными логотипами. Товар направлен для проведения экспертизы. Устанавливается ущерб, нанесенный компании-правообладателю. По данному факту проводится административное расследование. Санкции предусматривают выплату крупного штрафа с конфискацией нелегального товара. В Сочи многодетной семье вручили государственную награду Российской Федерации «Орден родительская слава». От имени Владимира Путина награду вручал глава города Анатолий Пахомов. В семье Быстровых 11 человек. Из них 9 детей, 4 девочки и 5 мальчиков. В 2011 году родители ГНА Маяковна и Анатолий Викторович были награждены медалью Краснодарского края «Родительская доблесть». Сочинцы, участники волонтерского движения, принимают активное участие в социально значимых мероприятиях. Я очень рад за вас. Вы действительно совершили, по сути дела, героизм столько деток. И я желаю счастья вам и вашим деткам. Маленьким здоровья, чтобы они маму только радовали. Ну а взрослым тоже благополучия, в чем мы будем помогать. Помимо государственной награды, от города Анатолий Пахомов пообещал решить жилищный вопрос многодетной семьи. Самой старшей дочери предоставят служебную квартиру сразу, как только она устроится в муниципальную музыкальную школу. А все семье помогут возвести дом на земельном участке, который предоставят в рамках федерального проекта. Капитально отремонтированный дом и благоустроенный двор поможет сохранить многодетную семью. Мы уже рассказывали о спасательной операции, которую по поручению главы Сочи Анатолия Пахомова провели в поселке Учдере. Благодаря своевременному вмешательству удалось избежать изъятия детей. С просьбой о помощи к мэру обратилась многодетная мама Ирина Бастрикова. Органы опеки пригрозили ей забрать детей из-за неприемлемых условий проживания. Теперь это уютный благоустроенный двор. Чтобы привести его в порядок, потребовалось две недели. Тяжелая техника и несколько рабочих бригад. Здесь было проведено, прежде всего, это зачистка полная территории, вывоз мусора, вывезли 42 камаза мусора, территорию благоустроили. Здесь практически было болото, засыпали, подняли территорию, засыпали щебенкой, забетонировали. Туалета на улице не было, вот новый туалет с освещением, значит, вкопали колодец там, все сделали, практически. Глава Лазаревского района Сергей Бражников докладывает мэру Сочи о проделанной здесь масштабной работе. Капитально отремонтировали и дом многодетной мамы Ирины Бастриковой. Преображение жилья было настолько масштабным, что даже хозяйка его не узнала. Поздравить большую семью 8 марта также приехал мэр. Это по его просьбе силами местных предпринимателей был очищен и благоустроен двор, заменена кровля. Мне понравилось то, что в доме появилась горячая холодная вода, то, что ванна, отопление, печку конфисковали дровяную, сделали котел, что им теперь будем отапливаться. В конце февраля органы опеки поставили вопрос о возможном изъятии детей из этой семьи. Они посчитали опасным проживание несовершеннолетних в антисанитарных условиях. К тому же двор был завален бытовыми отходами. Общими усилиями районной администрации, депутатов, предпринимателей удалось не только преобразить дом, но и оставить детей в семье. Надо создать условия нормальные для жизни. Нам нужно построить пристроечку, надо построить котельную, надо все сделать. Я говорю, ну давайте делать, потому что детей от мамы забирать не надо, надо создать условия. Ребята из Лазаревского района, предприниматели, которые сказали, мы профинансируем, давайте сделаем. Также глава города поручил установить во дворе теплицу, чтобы у многодетной семьи была возможность выращивать свежие овощи и зелень. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Творческая студия «Оперение» города Сочи отпраздновала свой второй день рождения. Впервые студия собралась в полном составе на сцене зимнего театра. Творческий вечер назвали «История одной мечты». Вдохновитель, основатель и худрук «Оперение» российский актер Константин Хабенский. Его творческие студии открыты уже в 11 российских городах, последние в Сочи. И вот в свой второй день рождения сочинские студийцы впервые вышли на большую сцену полным составом. А это порядка 130 юных горожан. Есть дети, которые у нас называется такая фестивальная группа, которые уже работали, которые были на фестивале, которые больше всего выступают. А есть дети, которые, у них всего 20-минутный будет показик, которые только-только делают свои первые шаги и выходят на сцену. Но мы в них искренне верим. Мы детей не выбираем, они к нам приходят сами. Главный наш принцип по отбору детей, самое главное – это желание ребенка. Открыл творческий вечер спектакль «Мы из Сочи». Ребята с помощью собственной пластики представили зрителям самые узнаваемые достопримечательности курорта – памятники, скульптуры, фонтаны. Еще одной работой стал отрывок из спектакля «Ночь в музее». Дети сыграли роль персонажей картин, которые оживают раз в сто лет. Состоялась в этот день и премьера новой большой работы студии – спектакль на языке предков. Поздравил сочинцев с днем рождения и сам художественный руководитель Константин Хабенский. Ребята, удачи, вдохновения и благодарного вам за эти люди, живущие у моря. Мы знали, что в других городах России есть такое движение оперения. Нам очень хотелось стать частью этого движения, примкнуть к нему. И благодаря нашим усилиям, поддержке администрации города, поддержке управления по образованию и науке, нам удалось создать крепкую команду. В Зимнем театре собрались и родители воспитанников, и просто неравнодушные к театральному искусству сочинцы. Городу же важно, что занятия творчеством, в том числе с мастер-классами от Хабенского, для юных сочинцев проходят безвозмездно. Здорово, что у нас в городе есть театральная студия, что она бесплатна для детей. Прекрасно, что наши дети творят. Творят своей мыслью, своим словом, своим взглядом. Не все станут актерами, естественно, но каждый из них будет иметь чувство прекрасного, любит театр и будет на этой земле творить добро. 27 марта весь мир отмечает День театра. Именно к этому празднику приурочен следующий показ студии «Мечтая о театре». Зрители смогут увидеть основные вехи развития театра. «Зарождение искусства в первобытном обществе», «Древнегреческий театр», «Средневековый балаган», «Комедию дель арте» и «Русский классический театр». Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Сочи командиров отправили в школу. Сегодня стартовал проект «Школа командиров» военно-патриотического движения «Юнармия». В Центр внешкольной работы были приглашены руководители юноармейских отрядов Центрального района и их заместители. Центр внешкольной работы является координатором юноармейского движения в Центральном районе. Вообще в Сочи создано 39 юноармейских отрядов, которые объединяют почти 700 школьников. Сегодня школа командиров дала старт новому городскому проекту «Мой герой». Юноармейцы накануне 9 мая занимаются исследовательской деятельностью. Необходимо собрать материал о членах своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне. Собрать больше материала о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны, которые не вернулись с боев, которые вернулись, да, и которые пропали без вести. Им эта информация собирается, ну, соответственно, в архивах. Если не удается найти информацию через интернет-порталы, достаточно данных семьи. Рассказывала это моя бабушка. Ее дедушка, когда был на войне, он как бы вел свой дневник. И она, а потом бабушка нашла этот дневник, и мне это все рассказала, и я записала это сюда. Итогом станет электронная книга памяти юноармии Сочи. В эти дни в Сочи находятся российские сборные по тяжелой атлетике, фехтованию и вольной борьбе. Последние на курорт прибыли на традиционные сборы. В спорткомплексе Александра Карелина на базе отеля «Весна» российские вольники готовятся к предстоящим чемпионатам Европы и мира. Сборная России по вольной борьбе в Сочи прибыла в полном составе. Все 100 спортсменов тренируются на коврах спорткомплекса Александра Карелина. К слову, это уже второй сбор в этом году. И первым турниром, на котором сильнейшие вольники страны продемонстрируют свою силу воли, станет Кубок мира. А в начале мая будет у нас чемпионат Европы в Дагестане, в России, у нас дома. Поэтому всех болельщиков приглашаем на чемпионат Европы. Еще будут у нас два сбора, тоже в Сочи. По климатическим условиям здесь очень хорошо. Всегда у нас здесь сборы проходят на самом высоком уровне. Пользовался случай, я бы хотел сказать, поблагодарить и руководство «Весна» Роберта Татуляна. Создают нам все условия, чтобы плодотворно подготовился сборная команда России. И также результат долго не заставит себя ждать. Среди тренирующихся в Сочи спортсменов десятки именитых. Чемпионы и призеры Олимпиад, чемпионы Европы и мира. Среди них и обладатель золота Рио Абдурашид Садулаев. Мы готовимся к чемпионату Европы, который будет проходить в Махачкале в начале мая. Это уже второй этап подготовки к нему. Еще два сбора перед Европой. Все проходит нормально. В основном мы здесь уделяем внимание на уносливость, на физику. Хочу стать двухкратным Олимпиадским чемпионом. Сборы на базе отеля «Весна» для российских вольников уже многолетняя традиция. В самой же весне стала традицией создавать все условия для взращивания новых спортивных надежд. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошел чемпионат и первенство Федерации Тхэквондо ИТФ. В этом году в нем приняло участие около тысячи спортсменов. Соревновались на базе Федерального центра единоборств «Югспорт». Рекордное количество участников чемпионата России под Тхэквондо. 40 регионов страны направили в Сочи представители этого вида спорта. Возраст спортсменов от 11 лет. Гюниоры, взрослые и даже ветераны такой армии тхэквондистов поздравил глава города Анатолий Пахомов. Он отметил, что в Сочи из 300 крупных мероприятий 60% спортивные. И мы, конечно, благодарны всем федерациям, российской федерации, международным спортивным федерациям, за то, что вместо проведения чемпионатов, вообще спортивных соревнований выбирается город Сочи. Ну и мы, сочинцы, создаем все самые наилучшие условия для того, чтобы здесь проводились эти соревнования. Программа соревнований включает в себя личные командные этапы. Судьи внимательно оценивают в спарринге технику силы удара. Настрой у спортсменов самый что ни есть боевой. Сначала победить на российском этапе, затем отправиться на международные соревнования. В этом году Министерство спорта России Тхэквондо ИТФ внесен во всероссийский реестр. У нас направление севернокорейское. Нам очень приятно, чтобы в хинчане приехала демонстрационная команда севернокорейской вместе с южнокорейскими спортсменами с Тхэквондо ИТФ. В той олимпийской версии на открытии были показательные выступления на олимпийских играх и делегации встретились. Это уже хорошо. Уровень сочинских соревнований высокий. Наш регион достойно представлен в различных возрастных категориях. Это 30 спортсменов, 20 из которых сочинцы. И в первый же день соревнований они показали хорошие результаты. Дети-то год готовились, усиленно тренировались. И этот старт. Бывают же такие мероприятия, которые для начинающих спортсменов. А эти соревнования как раз тем детям, которые уже занимаются, достигают какие-то высоты и стремятся вперед в будущее. А соревнования в Сочи являются отборочными к чемпионату Европы под Тхэквондо, который пройдет в конце апреля в Эстонии. Елена Авсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Хорошая новость для тех, кто заботится о своем здоровье и красоте. В медцентре санатория «Знания» открылся кабинет косметолога. Здесь доступен целый спектр процедур, которые позволят не только гостям санатория, но и всем сочинцам выглядеть красивее и моложе. Плазмолифтинг, квантовый фотофорез, тредлифтинг. Для тех, кто хочет выглядеть молодо и красиво, это не просто слова. Десятки самых современных процедур и методик для оздоровления и омоложения предлагает дерматолог-косметолог санатория «Знания». Все от очищения и питания кожи до инъекционных процедур и аппаратной косметологии. «Начиная с уходовых процедур и заканчивая инъекционными, это контурная пластика, кому хочется увеличить губки, подкорректировать носослезные борозды, носогубные складки, скулы подкорректировать, ботулинотерапия, можно скорректировать морщинки мимические на лбу, вокруг глазок». Также в числе процедур тредлифтинг мезонитями – это новое слово в косметологии – эффект подтяжки без хирургического вмешательства. А также плазмолифтинг – это омоложение кожи путем введения в нее плазмы крови пациента. Проведут здесь и процедуру интимной контурной пластики. Одним словом, при грамотной помощи врача-косметолога санатория «Знания» можно не просто улучшить внешний вид, но избавиться от недостатков и даже замедлить процесс старения. А все это, как известно, не только повышает самооценку, но и значительно улучшает качество жизни в целом. «Мы стремимся к тому, чтобы обслуживать не только гостей нашего санатория, но еще хотим сегмент большой, чтобы у нас был – это гости нашего города и сами горожане. В первую очередь мы стараемся именно для них тоже». Кроме того, в медцентре санатория «Знания» предлагают попробовать карбокситерапию – это введение под кожу медицинского углекислого газа, что стимулирует выработку коллагена и обновление клеток кожи по всему телу. В целом же лечебная база санатория оснащена новейшим оборудованием для лечения опорно-двигательного аппарата нервной системы сердечно-сосудистых заболеваний. И все это с использованием самых современных медицинских технологий. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.